В районе детского сада работал наш человек по обезвреживанию этих собачек. Но время действия препарата до полутора минут. Поэтому они с того места убежали, их сразу не смогли определить. Собирать убитых собак сотрудники спецавтобазы не спешили. После обстрела прошло несколько часов. За это время картину эту увидели многие, в том числе и маленькие дети. Вижу, собака лежит, дергается, но умирает. Передо мной идет девочка, тоже посмотрела, она даже сама сотрудничает. Проходим дальше, еще две собаки лежат, черные. Тоже уже, видимо, умерли. Это просто такое зрелище, что даже для взрослого я так разволнована, очень жалко. Местные жители собачек накрыли тканью, чтобы сильно не шокировать прохожих. Зрелище это не оставило равнодушным ни одного человека. Мы с ченочками здесь кормили, люди все подкармливали. Даже будочку им построили. Всю весну ходила, кормила собачку. И кошек кормлю. Но нельзя так делать, это бесчеловечно. Почему так оставляют? Я не могу больше говорить, собак жалко. Извините, пожалуйста. Проблема бродячих собак двоякая. Одним их жалко, другие их боятся и хотят избавиться. В этом случае в спецавтобазу обратились обеспокоенные родители. Жители дома номер 51 по улице Советской, то же самое, они обеспокоены были поведением этих собак, потому что водят, видимо, в этот садик детей. Ну и я тут же при них позвонил своему работнику, и он выехал на это место, в детском садике. Волю людей выполнили. Но почему так белым днем на глазах детей и взрослых? Да еще под горячую руку сотрудников спецавтобазы попала собачка по кличке Малыш. Тело маленького песика забрал хозяин. Хозяин, конечно, очень расстроенный. Он показал мне паспорт собаке, который были сделаны все прививки, соответствующие по всем нормам. И, конечно, собаке было три года. И очень жалко то, что люди не различают собак. Если сотрудники спецавтобазы увидят собаку без хозяина, то они не будут приглядываться, в ошейнике ли она или нет. Для них они все одинаковые. Согласно правилам, если собака без хозяина находится, даже с ошейником, находится в общественном месте, и тем более в районе детского садика, значит, мы имеем право ее обезвредить. Ответственному за расстрел животных мы задали вопрос, почему убивают собак белым днем у всех на глазах? Неужели нельзя это делать за городом, и когда уже темно? Дело в том, что ночью, во-первых, живые люди, ну, не знаю, с прожекторами, с фонарями, мы не имеем возможности, допустим, выезжать в то время, когда люди спят, дети еще тоже отдыхают. Отстреливают животных во всех городах, кроме Санкт-Петербурга и Москвы. Там их стерилизуют. Для нашей администрации этот процесс будет затратным. Обойдется в полторы-две тысячи рублей. За обстрел собачки платят 500 рублей. Но ветеринары говорят, стерилизация не выход. Отстрел бездомных собак продолжится. В спецавтобазе уже лежат заявки на убийство песиков во всех районах города. Отлов, отстрел бродячих животных должен осуществляться в ранние часы и в более поздние часы, с тем, чтобы оградить жителей города от вида вот этого мероприятия. Алина Чабанова, Владислав Гапеев, Игорь Олейников. Для программы Оперативный эфир. Субтитры создавал DimaTorzok